Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Великой Отечественной войне Объявлено было. И так мы все и узнали этим путем. И потом каждый стал сообщать, что немцы объявили России войну. Это друг от друга стало переходить от одного к другому. Вот и так стали все знать, что война с Гитлером началась. Война серьезная, опасная и некудышная. Гитлеру не победить Россию. Как ушел с первого года, сразу стал танкистом, получил в Ахрушах. Прошел в Ахрушах, это около Кирова, проходил тренировочные, как бы сказать, на танке попробовал, как выразиться-то не могу. Прошел обучение. Прошел обучение, вот правильно. В Ахрушах прошел обучение. Помните ваш первый бой и как прошло ваше боевое крещение? Первый бой, я начался под Варшавой. У города Варшавы, а город-то так забыл, как он назывался. Так вот, там, значит, я впервые познал, что такое война. Значит, нас немец остановил. Мы свой танк закопали до башни в землю. И экипаж встал на охрану своих машин. Вся танковая рота около города разместилась. И я вот тут-то узнал, что такое танковая, что такое война. Значит, мы стали вдвоем заряжающим на охрану. Вот тут стояли запах. А это была осень, картофель еще была. Мы тогда, запах появился. А мы видим, что трупы наши одни. Чтобы избежать запаха, мы взяли их, разложили их в борозды всех наших. А я у всех вытащил. Вот здесь были пистончики, патрончики, где сказан адрес каждого. Вот я набрал в карман себе. Потом передал, кто ходит, собирает эти все убитых-то. Вот таким образом я познал, что такое война. И вот я, и отсюда у меня такое зло появилось. Злость такая. После этой встречи, после этого видения, что он оттворит немец. Я не мог видеть его просто так. Я должен за ним идти, уничтожать и уничтожать. И так я очень медко, как танкист, я очень хорошо умел стрелять. Упал. У танков немецких, от меня, никто не уходил. Я всех уничтожал. Это уж у меня было. Я умел так себя вести, как охотник. Здесь бьет, так и я танк немецкий уничтожал. Вот мой путь. На фронте была ли баня, я бы сказал, что на моем участке фронта, как таковой, бани не было. А как мы баню получали? Вот по территории немецкой. Я прихожу, меня обычно все посылали. Я прихожу, у них в дом двери открыты. Я забираю, открываю, где белье висит. Выбираюсь, каждого дизельно, рубашки, кальсоны. Набираю и экипажу раздаю. И моемся там, где вода. Вот о какой таковой бане я не шерчал. А мылись в реке. Там, где видим, все время мы наступали, постоянно шли наступление, а тем более наше. А моя рота-то была под командованием Жукова. И вот я почему такое отличие имел в отношении всех других, потому что я там являлся у него главным лицом, который умел уничтожать немецкие танки. Я, уж от меня ни один танк не уходил. Все сгорали. И немцев. А вот как Берлин брали, вот тут интересная война была. Вот, значит, как было дело. Нас всех, все танки собрали и всех на опушку леса сосредоточили. Ну, будем ждать наступления на Берлин. Ну, конкретно нам уже ждали. Мы рекорднотировку провели. И что вы думаете? Я вот тут-то увидел, что такое Жуковское чувство, что такое его действительное мастерство воинское. Это что, подумал? Только стало темно, смотрю, наша рота была как раз впереди, самый передний у конца леса. След такой, прошли проректора. Это что такое проректора? Одни проректора. Идут, идут проректора и там освещают все. Как все они прошли, нам команда в бой. Вот тут-то я увидел, что натворил Жуков. А все немцы-то были в своих гриндажах. На тех, они в белье в нижнем выбегали, когда мы их всех расстреливали. Голых почти в одном нижнем белье. Вот так был взят первый раз Берлин. Первое наступление Берлина вот в таком виде. Надо же вот так суметь. Путем проректоров танки пошли, а этих всех немцев мы всех прибили. Кто как, а сверху это работало, авиация-то не спала. И я ей тоже в это время команду дали. И так прямо даже снаряды сорвались. Вот я помню, чуть осколком одним, так чуть механика у нас не убила. Он открыл люк, и осколок чуть ему не попал в грудь. Вот это как было. Вот какие наши были бои за взятие Берлина. Вот взятие Берлина прошло, а дальше война продолжается. Берлин, есть Берлин. А надо-то мне взять рейс так. Вот это-то и я к этому-то и подошел. Вот за это дело, за то, что за взятие Берлина для меня, пять рук подзываясь к себе, говорит, распишитесь о награждении вас высокой правительственной наградой. Я говорю, отказываюсь. Он в архив. То есть вот то, что я отказался, но я сейчас вся его письмо, все в архиве в Москве лежит. Это можно, кто хочет, пусть проверяют. Это ведь я не просто сказки рассказываю. Я говорю, как было дело. Часто ли писали письма домой? И кому писали? О чем писали? Как часто? Я говорю, как часто? Часто после, как бой кончится, время было, и сразу пишешь письмо родителям. И все описывал свои, так сказать, то, что я сделал, я писал в письме. Описывал мои боевые действия. Ну, как? Как уж они воспринимали, не знали. Я во время войны, в отпуск, нет, я уж, а, нет, это, наверное, после войны уже, что ж, нет, во время войны, мне в конце войны командир полка предоставил отпуск по случаю смерти моего отца. Да, вот когда, я где-то, в каком месяце, не помню. Ну, в общем, на его похоронах я не был, его похоронили, но зато мне дали 10 буханных хлеба там, не из Германии, леса, талоны дали, а там тогда и не было хлеба так. Скормили, это плохо, нашего родителя. Вот я их кормил, когда приеду. После этого долго, еще год целый, все. В России-то не было в доставке хлеба, так я, меня командир отпускал часто. Я был у него личным шофером, он полковник, герой Советского Союза. Что читали на фронте? Читали ли что-то на фронте? То читали. А те листовки, которые нам приходили, их и читали. А вот помните, Твардовский писал, Василия Теркина, вы такое читали? Ну, так сказать, я лично читать, я не читал, но в такой компании я присутствовал, когда кто-то, были более зримые люди. У меня зрение-то вставлено полчаса, я не мог уже читать. Как помогала песня на фронте? Что пели? Что пели? Ну, песни пели какие, я сейчас могу сказать. Как они? Я не могу назвать, это давно было. Это в памяти уже не сохранилось. Артисты на передовую приезжали? Да, обязательно. Как только затишье, артисты приезжали. И мы, кто где размещались, кто как, кругом на поляне, они, да, это было, и при том, не раз, не два, я помню, несколько раз я присутствовал на этих встречах по художественной заводительности. Ой, они какие, какие песни пели, частушки, это так, а мы со всех сторон, и спереди экран был, ай, до всякого экрана, так прямо, и визуально, вот. Как они встали на сцене, так мы и смотрели, кто где разместились. Там сидений никаких не было, на ногах, на коленках, друг к другу. Ну, ладно, это, это все тогдашнее дело было, сейчас уже все позади. Так, где и как вы встретили победу? Ой, вот это да. Очень интересный вы вопрос задаете, как и где я встретил победу. А вот победу-то встретил там, где я и должен ее встретить, во взятии рейс ТАГа. Как только мы, мой первый танк прошел, а я участник парада победы в Берлине, я один был из первых. и сразу, и, да, это я вперед, это уж война, как надо было взять, вы вопрос там мне повторите. А где и как вы встретили победу? Вот победу я встретил взятием рейс ТАГа, то, то самое идея, которая была моя, унасищена моим организмом всю войну. Моя только в этом задаче и заключалась, как уничтожить гистина, как взять его рейс ТАГ, как этот рейс ТАГ разбомбить. Вот я тут-то и попал, и меня первого посадил, директор на шею, он длинный очень, и я первым сделал родствисть в левой стороне этого рейс ТАГа. Вот моя родствисть была. Яранск, Кировская область, Сапаев. Вот всего. Яранск, Кировская область, Сапаев. Вот что было на рейс ТАГе написано. И потом я приезжал, когда я видел, она сохранена была, когда туристом приезжал. Моя родствисть, а сейчас не знаю, моя родствисть была так и оставлена. Остальные все убраны, а моя первая в левой стороне, как в рейс. Ну, вам, вы не представляете, а я-то вам рассказываю, как будто вы там были. Так это и есть. Молодежи, к 9 мая, что пожелаете? Да, молодежи. Да, молодежь действительно должна занять ведущее место в жизни, в нашей жизни, по мобилизации своих сил на сохранение того нажитого, которого было прошлым поколением. сохранить это прошлое, все, что было нажито, и снова возрождать все, что необходимо для будущего, что надо жить молодежи. Клубы строить, прежде всего, кинотеатры. Ветеранам чего пожелаете? Ветеранам что пожелаете? Ну, ветеранам, ветераны должны на путь следовать молодежи, которые в будущем должны сохранять мир и спокойствие в нашей стране. Вот, чтобы я им пожелал. Субтитры создавал DimaTorzok